Всем добрый вечер, подождем пару минут, пока все подключатся и будем начинать. Субтитры создавал DimaTorzok Пока все подключаются, попрошу всех замьюдить звук, чтобы не мешать нашим сегодняшним лекторам. Вижу, что все подключились. Думаю, мы можем уже стартовать. Меня зовут Эля, я куратор школы GoLang. Сегодня мы собрались, чтобы презентовать вам программу курса и рассказать немножко больше, что же будет у нас на школе. Сегодня с нами Александр Риута, senior GoLang developer. Он немножко больше расскажет о программе и что же будет на курсе. Также с нами GoLang tech lead Сергей Кшенский тоже сможет с вами поделиться информацией. Адженда у нас на сегодня какая? Сначала лекторы расскажут вам информацию и после можно будет задать свои вопросы в чат. Я передаю слова Александру. Всем привет. Сегодня мы поговорим о том, что будет на школе, которую компания Yelantis организовывает по подготовке Go-разработчиков. Я расскажу о планах, которые мы построили по поводу этой школы. Ну и потом будут ваши вопросы-ответы, чтобы уточнить какие-то детали. Те люди, которые будут готовить вас, это разработчики компании Yelantis, уровня senior, middle. В школе будут лекторы, которые будут проводить онлайн занятия, рассказывать определенные темы. Будут задания, которые вы будете делать. Эти задания будут ревьюваться, проверяться. Вы будете получать комментарии по ним. И вот большая часть людей будут заниматься вашими заданиями. Это менторы, которые будут вести вас на протяжении школы. Мы, в общем-то, команда универсальная, поэтому будем подменять друг друга. Кто-то будет лекции читать, кто-то будет заниматься заданиями вашими, менторством. То есть я думаю, что вы со многими специалистами компании Yelantis поработаете на протяжении этой школы. Люди, которых вы видите сейчас на экране, это далеко не все. Я думаю, еще к нам подключатся, поэтому вы со многими специалистами успеете поработать. О чем мы сегодня поговорим? Краткий обзор языка GoLang. Очень кратко на таком высоком уровне, потому что более детально мы будем говорить о нем на курсах. Потом о планах насчет школы и сессии вопросов-ответов. Ну, вы наверняка знаете уже, что инициатором этого языка была компания Google. В Google традиционно было три языка, которые они использовали для своей разработки. У них был Python, который использовался для ресерчинга, для различных исследований, для создания прототипов, для быстрой проверки решений, алгоритмов. Это один его аспект. Второй, он очень хорош для различных инструментов, как такой развернутый интерпретатор с большими возможностями. На нем там разные парсинги, хорошо быстро делать, в общем, такой инструментальный язык. У них был C++ для высокопроизводительных частей, компонентов, ну и Java для корпоративных решений, там где насыщенная бизнес-логика. И вот, в общем-то, на этих трех языках Google строил весь свой бизнес, всю свою работу. И все равно, несмотря на то, что он как бы со всех сторон был укреплен вот этими мощными развитыми языками, он все-таки испытывал необходимость еще в чем-то. И вот, в принципе, как вот эта потребность в дополнительном инструменте, кроме этих трех, и было причиной того, что появился на свет Go. Сейчас, на данный момент, я вот специально взял стойбе динамику развития, ну не развития языка, а динамику того, как он воспринимается, используется, как он котируется в современном мире программирования. Ну, что сказать, в девятом и шестнадцатом году он был признан самым быстро развивающимся языком на тот момент. Он практически всегда входил там, ну не в топ, в самый, ну там где-то около десяти первых языков он обычно был. Что нам это говорит? Что, с одной стороны, язык не самый универсальный, потому что он не стоит на первом месте, не занимает первые лидирующие места. Но он всегда был популярен, всегда используется как язык для определенных инструментов и всегда занимает свою нишу. Он очень редко выпадал из внимания современных разработчиков, поэтому всегда, в общем-то, он котировался, котируется и, в общем-то, ту цель, для которой он был разработан, он полноценно занимает и, в принципе, там, наверное, не имеет пока что для себя конкурентов. По моим личным впечатлениям Го, когда я сразу стал заниматься, то это вот оказался такой язык, который вобрал в себя черты Паскаля, еще алгола, языка C и Пайтона. Он поддерживает несколько парадигм программирования, он язык функциональный и объектно-ориентированный, он очень простой, у него синтаксис, несмотря на то, что, наверное, его можно назвать C-подобным языком, потому что у него там фигурные скобочки, лаконичный он такой довольно, но все-таки он более такой ближе приближен к человеческому языку, вот как Паскаль, у него есть такие черты, которые очень Паскаль напоминают. Объявление типов, констант, в общем, такой был отход от сичного синтаксиса. Поэтому такой вот очень приятный, лаконичный язык, очень гибкий и оказался очень удобный в работе. Если говорить о дальнейших его характеристиках, то вот все отмечают простоту этого языка, особенно, насколько я знаю, легко на Go переходить с Пайтона. Если люди занимались Java, например, C-sharp, то вот это объектно-ориентированное такое понимание, объектно-ориентированное представление, оно в Go зачастую является избыточным. И то, что мы там сразу, например, планируем с точки зрения объектно-ориентированного подхода, в Go обычно решается гораздо проще, меньшим количеством текста, ну и, наверное, эффективней, раз проще. Поэтому те, кто не, скажем так, не переполнен вот этими знаниями паттернов и объектно-ориентированного программирования, в Go чувствуют себя очень хорошо и быстро, быстро в него входят. В общем-то, Google и хотел иметь язык, на который легко будут заходить готовые программисты, на которые легко будут переучиваться люди, так, чтобы его синтаксис не отталкивал никого. Go разрабатывался разработчиками для разработчиков, программистами для программистов. Поэтому в его стандартную коробку, в стандартную поставку, в стандартную инсталляцию было включено все самое лучшее, все необходимое, что сразу нужно разработчику. Имея хорошую, готовую инсталляцию среды разработки, вот как Go, уже не нужно фактически ничего дополнительно доставлять, доустанавливать, искать какие-то дополнительные себе инструменты, потому что все в стандартную поставку уже входит. Есть различные, начиная от форматирования кода, утилиты, которые входят прямо в поставку, линтеры, заканчивая менеджерами пакетов и средствами для написания юнит-тестов, профилирования. В общем-то, весь цикл разработки он покрывается стандартными средствами Go. Даже такой показательный момент, о чем я там дальше скажу, что среда разработки для Go, IDE, на которой вы будете работать с Go, она, в принципе, это вещь такая очень относительная. Любой редактор, более или менее такой развитый, он может превращаться в отличную IDE для Go, потому что этому редактору достаточно подсвечивать синтаксис, а все остальное он берет уже просто готовые из коробки. Горячие клавиши этого редактора завязываются на готовые инструменты, и вы получаете развитую IDE. Поэтому вот у меня есть знакомые люди, которые профессионально работают на Go, используют Sublime, расширяют его плагинами и работают в Go, потому что все, что нужно, уже в самой коробке Go имеется. Простой синтаксис Go, он распространяется не только на базовые вещи, но и на такие сложные технологии, как, например, конкурентное программирование, конкаренции или вот параллельное программирование. Ну, это не совсем параллельно, но для простоты можно сказать так, что вот многопоточное программирование, это будет точнее. Оно в Go реализуется очень просто, очень легко, очень мощные механизмы задействованы, очень гибкие, простые, мощные, гибкие инструменты задействованы для параллельного, для многопоточного программирования. Гораздо проще, чем в Java, гораздо проще, чем в Python. Буквально имеется несколько примитивов, и на их основе строится огромное количество паттернов, которые очень хорошо себя ведут в серьезных нагруженных системах. Мы, конечно, все это будем с вами рассматривать. Построение веб-приложений. В общем-то, одно из основных направлений Go – это разработка веб-сервисов, микросервисов, всего, что взаимодействует с сетью, с интернетом, и на низком уровне, и на более высоком. Все основные протоколы в Go поддерживаются из коробки. Поэтому и сама система от разработки сетевых приложений в Go продумана настолько хорошо, что для него, в общем-то, нечасто можно встретить проекты, где используются какие-то веб-фреймворки. Потому что коробка Go, она уже настолько продумана и настолько эффективно себя ведет в сетевых взаимодействиях, что дополнительные фреймворки, то есть дополнительные вот эти слои, которые нужно приносить в свой проект, они просто не нужны. А Go решает это все уже прямо теми средствами, которые у нас есть. Если вот, например, взять Java, допустим, и вы там хотите изучать Spring или Hibernate, так это все равно, что еще одну Java выучить. Книги по Spring, по Hibernate, они конкурируют по размеру с книгами по самой Java. В Go этого нету. Вы будете знать Go, и в принципе, какие-то дополнительные вещи вы просто легковесными библиотеками добавляете, расширяете возможности своего проекта. Поддержка тестирования. Не встречал я ни одного языка, где вот прямо из коробки тестирование выполнялось так легко, органично, просто, как это сделано в Go. Единственное, что используется, например, из третистороннего, так это какие-то библиотеки, расширяющие, дающие возможности проверок дополнительных, более красивых, таких высокоуровневых, но основной каркас тестирования, он заложен прямо в коробку Go, и все утилиты необходимые у вас есть уже сразу после инсталляции. Можете ими пользоваться. Объектно-ориентированная природа, функциональное программирование. Это я говорил, что Go поддерживает и объектно-ориентированный подход, и функциональное программирование. Можно использовать и различные замыкания, обертки, делать генераторы. В то же время у нас есть и наследование, инкапсуляция, все вещи объектно-ориентированного программирования. Они немного своеобразные, но любой язык ОПшный имеет свою какую-то реализацию ОП. Техническая реализация ОП, она очень разная в разных языках. Вот Go имеет тоже свою специфику. И причем она такая, опять же, органично включенная в язык, что вы в одной программе можете использовать и объекты, и функции, как объекты первого класса, и просто процедурное программирование. И все это будет настолько естественно, органично, красиво, что редко, когда в каком-то языке можно встретить такую возможность, когда либо вы там, допустим, ОПшную парадигму поддержите, либо функциональную, либо процедурную, что-то одно. И когда вы начнете пытаетесь там что-то смешать, то оно выглядит каким-то гибридом. Здесь нет, здесь все очень красиво получается. Ну, я думаю, что вы увидите, почувствуете это. Скорость компиляции. То, за что боролись очень часто разработчики языка, чтобы работа с Go проходила очень быстро. Чтобы работа с ним была похожа, как с интерпретируемым языком. То есть вы пишете код, и тут же вы его запускаете, тут же увидите, как он работает. То есть скорость вашей работы увеличивается во много раз, уже благодаря тому, что у вас есть вот эта очень быстрая компиляция, которую вы почти не замечаете. Как будто вы работаете с интерпретатором. Написали код и сразу видели, как он работает. Ну, и поддержка инфраструктурных решений, сетевых, облачных. Все это в Go тоже зашито. Все это используется и очень в нем просто делается. Подводя итог, вот по характеристикам языка, с ним очень просто работать, с ним очень просто делать сложные вещи. Сложные вещи на нем делаются просто. И очень высокая скорость работы на нем. То есть одну и ту же задачу, вот как мне кажется, на Go можно решить быстрее, чем на Java, за счет того, что проще язык. И быстрее, чем на Python, за счет того, что быстрее работает сама ваша программа. Быстрее пишется код. Поэтому работать с ним приятно. Вы очень быстро видите результаты своей работы. Теперь по нашей школе более конкретно. Что мы будем с вами изучать? Ну, в общем-то, та ниша, которую Go занимает, это ниша, скажем так, инфраструктурных решений, инфраструктуры, где у нас взаимодействуют программы через сеть, когда сложная система составляется из отдельных компонентов, которые между собой взаимодействуют и вместе решают общую задачу. Тут нужно эти компоненты синхронизировать, нужно их взаимодействие сделать правильным, наладить взаимодействие между ними. В общем-то, и вот, если вспомнить продукты, которые на Go разработаны, известны, например, взять тот же Docker со всей своей экосистемой, различные демоны, которые обеспечивают работу сложных систем, как, например, ECTD, различные облачные вещи, то есть вот Go – это язык для инфраструктуры. И, в общем-то, обычно это микросервисная архитектура. И вот мы будем изучать в основном то, делать акцент на то, что нужно для разработки именно таких систем. Это фактически 12 лекций, которые здесь как пункты перечислены, плюс будут дополнительные лекции, посвященные общим вопросам разработки. У нас будет там лекция, которую HR проводят, где рассказывают, как проходить собеседование, готовиться к собеседованию, какие морально-волевые качества ожидаются от кандидатов и так далее. Будет, по-моему, лекция от Project Manager, который будет рассказывать о проекте, о том, как они ведутся. Но я вам как бы пройдусь по тем техническим темам, которые относятся именно к языку. Первая лекция будет «Введение в язык». Мы кратко и бегло пройдемся по всем особенностям языка, посмотрим его синтаксис, базовые типы. То есть вот получим такой начальный уровень, начальный такой заряд, чтобы уже можно было пробовать Go и на нем что-то писать. Потом мы поговорим о том, что он имеет для функционального программирования, функции, что с ними можно делать, как они выглядят, как обрабатываются ошибки и так далее. Потом ОП-шная часть, как организуются сущности, как между ними связи организуются, какую роль играет интерфейс. Они тоже очень специфические в Go и очень у них такая особая роль в этом языке. Мы о них поговорим более подробно. Потом мы рассмотрим коробку Go, что нам дают стандартные библиотеки, какие пакеты есть, как работать с этими пакетами, как их правильно использовать и инструменты, которые в этой же коробке уже имеются. Как я говорил, там очень много чего есть и поэтому надо отдельное занятие, чтобы это все рассмотреть. Потом мы рассмотрим тестирование и дебайвинг отдельно тоже сосредоточимся на этом. Посмотрим, что Go дает, какие для этого средства у него есть. Потом перейдем вот уже к конкуренси, рассмотрим базовые примитивы и паттерны, которые на базе этих примитивов могут у нас строиться, как уже сложные системы делаются из этих простых компонентов. Обязательно поговорим по коммуникации, как на основе HTTP, для написания REST, приложения REST-сервисов, и GRPC, это вот аналог, то, что раньше было в языке C, RPC называлось, Remote Procedure Call, то, что RMI в Java, когда наши программы взаимодействуют по такому нативному протоколу, который поверх TCP, вот такой бинарный протокол, очень быстро и эффективный. И вот в Go есть поддержка одной из реализаций такого протокола, GRPC. Мы об этом поговорим, потому что в E-Lantisi очень часто, практически всегда на всех ГОШных проектах, GRPC используется для коммуникации между ГОШными компонентами. Потом мы более такие темы технические рассмотрим, это рефлексия, рассмотрим работу с базами данных. В одной лекции эти два вопроса объединены, потому что они, каждый в отдельности не очень большой, поэтому вот они будут рассмотрены вместе. Потом будет лекция посвящена архитектурным вопросам. Это уже как бы такие вещи, которые вас расширяют, ваш кругозор, чтобы вы могли котироваться как джуниор-разработчик. Если вы, например, в других языках, скажем так, не достигли уровня там выше, чем джуниор, и вот эти базовые вещи вам не знакомы, то вот мы должны их как бы прокачать, пройти, чтобы вы были в этих темах тоже, скажем, если не специалисты, то хотя бы понимать, эти вещи. То же самое, удобная разработка с помощью контейнеров докера и то, как это используется в Continuous Integration, Continuous Deployment, то есть в процессе разработки, как это выглядит. Тем более, я говорю, что докер, он сам на него написан, то оно будет как раз нам все тут в одну копилку. Потом общие вопросы по рефакторингу, кода с какими-то специфическими вещами, относящимися к ГО и профилирование. Это уже анализ производительности работы вашей программы, уже такие более тонкие и глубокие вещи. ГО имеет очень мощный механизм по профилированию, изучению продуктивности, производительности, извините, работающей программы. Ну, сложная программа, тем более с многопоточностью, все это чревато очень-очень такими трудноуловимыми ошибками, проблемами, которые сложно найти, выявить. Вот ГО, спасибо его разработчикам, имеет очень мощный инструмент для этого. Вот, в общем-то, такой наш план по школе. Это мы будем то, что относительно ГО с вами рассматривать. Ну, что вам понадобится? Сходите обязательно, если вы еще не ходили на GoLang.org. Это основной сайт ГО. Все, что поддерживается Гуглом, оно очень хорошо представлено в интернете. Куча статей, блогов, тюториалов, гайдов, конференций, видео по этой теме. Всего этого очень много. Но, чтобы не утонуть во всем этом, начните с GoLang.org. Там есть и то, как установить ГО, и статьи, рассчитанные на разные уровни, и GoTour, который всем рекомендуется пройти, который вот базовый язык вам покажет, расскажет. Плюс там есть блог, в котором очень хорошие статьи о том, как пользоваться ГО правильно. Вот это очень такое полезное собрание материалов по языку. Среды разработки. Традиционно наиболее такой профессиональной, мощной считается GoLang. От JetBrains, которая бесплатна только в комьюнити. А, по-моему, GoLang, он только в триальной версии может быть бесплатно использован. Вес коды от Microsoft универсальный, универсальная среда, которая везде запускается, и для GoLang очень хорошо тоже может использоваться, расширяется плагинами, там все что угодно, во что угодно можно ее превратить. Ну и, как я уже говорил, ну, я как бы не могу вам рекомендовать этим пользоваться, но, чтобы вы просто знали, возможно и так, что Sublime или там Atom, или тот же там Vimax, редакторы с плагинами, расширяющиеся плагинами, тоже вполне могут использоваться для работы с Go. Поэтому, если вдруг у вас там какие-то проблемы с производительной машиной, то можете попробовать и пользоваться таким упрощенным, облегченным вариантом среды разработки. Ну и тоже обязательно сходите на PlayGoLang.org. Это такая песочница, где вы можете прямо в онлайне попробовать писать на Go. Ссылка на этот Playground есть на GoLang.org. Сразу же для первой страницы вы можете туда попасть. В общем-то, по материалам, если вы хотите самостоятельно начать работать с Go, вообще познакомиться с этим языком, как бы получить какое-то впечатление от него, то вот я уже вам сказал, начните с основного его сайта, там сразу вы найдете для начального уровня много полезного. Классическая книга, которая написана Брайаном Керниганом, как вот он когда-то по Си написал, классическую книгу. Вот у него есть книга по Go вместе с Алланом Данованом. Go, The Go Programming Language. Это классика, в общем-то. По Go есть очень много книг различных. Сейчас за все время существования уже написано огромное количество книг, учебников. Но это классика, проверенная временно. Поэтому, если у вас будет возможность эту книгу найти и почитать, обязательно воспользуйтесь этим. Вот как бы я прошелся по тому, что хотел сказать. Теперь можем начать сессию вопросов-ответов. Я сейчас вначале пройдусь по тем вопросам, которые присылали нам заранее. Они тут собраны. Я сейчас пройдусь и посмотрим, попробую поотвечать. А потом перейдем к тем вопросам, которые вы можете в онлайн задавать. В нашем чатике. Так, вот был вопрос, как приходит курс, формат, сміст, ревень. Ну, дивитесь, у нас будут двече на тиждень. Мы будем збираться в вторник и в четверг. З сьомой до півдевятої, півтори години мы будем заниматься с вами. Это будут, ну, как лекційные занятия. Мы будем проводить их в зуме. Как вот сейчас вы будете подключаться. И лектор, ведущий, будет вам рассказывать, использующий презентацию. Он будет запускать там средовище, что-то показывать. Ну, то есть, я думаю, вы привыкли, как лектор в ВУЗе вам с крейдой біля дошки або маркером. Розказую, показываю. Вы в вольном формате, в формате диалога можете задавать вопросы, спілкуваться. То есть, так будет проходить, скажемо, на чітко теоретично частини. Кроме того, у вас будут завдания, которые вы будете выполнять на процессе школы. На каждое завдание будет поставленный дедлайн, который нужно выполнять. Это я с самого начала хочу вас налаштовать, надихнуть на такую очень точную, хорошую организованную работу. Лекции нужно проходить, на них нужно подключаться, они не записываются, поэтому нужно дисциплинованно на них ходить. Это будет враховаться, как вы проводите лекции. Также задания, которые вы выполняете, нужно в элементах, скажемо так, переверки вас, стимуляции вас, насколько вы способны дотриматься установленного таймінгу и насколько вы организовано умеете працювать. Поэтому, пожалуйста, сразу обратите внимание на то, чтобы точно, вчасно все делать. Ну, смести ревень. Мы пройшли с вами по вопросам, которые мы рассматривали. Я думаю, что это такий, более-менее, ну, я не скажу, что это будет початковый ревень на выходе, ну, я думаю, ревень джуниор, такий вы будете мати з мови. Ну, это еще залежит от того, який у вас бэкграунд, який у вас досвід уже є, работа в сфере IT, то, если вы, скажемо так, досвідченый программист, то, звичайно, завдяки своему досвіду вы можете на больше високий ревень претендувати и ГО, только будет то инструмент, который еще разширит ваши возможности. Який был результат минулих таких курсов? Дивіться, вы понимаете, что наша мета, это найти людей, которые хотели бы працювать на ГО, могли бы працювать на ГО, и яких бы Ялантис мог залучить до своих проектов. Поэтому мы намагаемся готувати вас, как-то говорят, как для себя. Мы готуем вас как своих потенційных коллег, с кем мы бы хотели подальше працювать. Поэтому после каждого такого выпуска, после каждой школы, даже на протяжении школы, мы следуем за тем, как студенты себя ведут, залучаемо их на співбеседи. И если обидві сторони задоволені співбеседой, мы пропонуем работу, берем до своих лав. Как и был результат минулих курсов, люди были зарахованы на работу. Не все, звичайно. Ну, те, кто пришел весь курс, те, кто выявил себя с кращой стороны, они были приняты до работы. Так, возможности и критерии выбора на позицию девелопера, початковые курсы для подальших працей. Ну, дивиться, тут нема каких-то особливых вимог из Буку Ялантиса. Вимоги стандартные. Людина має мати певний набір софт-скеллів, певний набір хард-скеллів. Те, что относится до хард-скеллів, тобто вашей технічной подготовки, это обеспечить школа. Те, что относится до ваших софт-скеллів, то это уже треба вам самим прокачивать свой характер, свою поведенку и так далее. Тут мы тільки можем вас оценить и поделиться на вас сбоку. Початковые курсы для подальшого працевлаштування. Ну, дивиться, если вы проходите школу, если вы выполните все задания, все темы, то додатковых курсов для того, чтобы отримать позицию Голанг разработника вам уже не треба. То школа намагается забезпечить вас всеми знаниями, которые мы сами ожидали от наших работников. больше компаний. Работаете ли со студентами? Ну, я не буду говорить о компании, может быть, там Элина расскажет, или со студентами, конечно, мы работаем со студентами, но в принципе нет разницы студент или не студент, ладно, чтобы человек хотел работать, старался, то какой у него дополнительный там род занятий, это в общем-то особо не важно. Совмещать учебу, ну, да, конечно, есть. Перекос в сторону работы, ну, насчет перекоса, это вы сами решаете, баланс нужно соблюдать, и вы уже сами смотрите, как у вас получится совмещать учебу и работу. Программу рассматривать, я думаю, пройшлись по ней, форма влаштування в компанию, ну, я трохи не знаю, как ответить на это вопрос, форма влашла, ну, обычно, проводится співбеседу, и співбеседа включает в себя техническое интервью, интервью с HR, и за результатами этих двух интервью делаются выяснения про то, приймать вас, или рекомендувать вам в подальшем себя удосконалювати. Так, ага, ті питання, які були надиснані, закінчилися, тепер можна перейти до питань онлайн. Ага, от я бачу, в чаті вам Еліна запропонувала посилання, де ви можете про компанію почитати більше. Ну, тепер можете питати, що вас буде цікавити далі. Можете в голос, мабуть, підключатися, казати, або писати в чат, чат у мене відкритий, я зможу його читати. В чаті вже є перші питання, я вижу. Чи можна буде працювати віддалено? Так, так, чи можна буде працювати віддалено? Ну, дивіться, те, що в нас робиться останні роки, воно винудило компанії, навіть якщо вони сильно не хотіли цього, перейти на віддалену роботу. Так, у нас віддалено зараз працівники працюють. З інших міст є офіс в Дніпрі, є офіс в Києві, але є люди з Харкова, з Мелітополя, з інших міст України. Всі вони працюють і працюють нормально. Тому, так, можна буде працювати віддалено. Ви сказали, що лекції не записуються, тобто передивитися якусь тему вже так, саме так, передивитися якусь тему можливості не буде. Треба приходити на лекцію, слухати, питати на лекції. Так, це вірно. Єдинствено, ми будемо скидувати вам в чат презентації, т.е. якщо там вспомнить якийсь матеріал, можна буде по презентації. Так, презентації будуть вам надані. Тобто конспект ввести не треба, конспект це є презентація і він у вас буде. А от саме онлайн-заняття його треба заслухати і дивитися. Наверное, странний вопрос у мене, на сколько часов в день примерно предстоїт уделять курсам, т.е. реально їх совміщать з основною роботи. Смотрите, в той день, когда лекция, це полтора часа, щоб її посмотрить, послушати. Ну і робота над заданням, робота над матеріалами. Ну, я думаю, часа два в день, не менше, не менше, треба буде уделяти тому. Моє мнення. Звичайно у нас на курсі 90% людей, це те, які зараз працюють, тому по результатам прошлых курсів все успевали і роботати, і у нас учити. Якщо с англійським на данний момент проблеми, можна пробувати поступити. Конечно, конечно. Смотрите, требования к англійському. Ну, во-первых, якщо ви хочете працювати в області ІТ, то його потрібно прокачувати постійно. Його потрібно учити перманентно, ежедневно, тому, навіть якщо зараз у вас проблеми, то я думаю, що через місяць полтора-два этих проблем буде гораздо менше, якщо ви будете займатися. А це делать треба. Це раз. Во-вторых, ваш уровень английского сложно оценить. Якщо ви умеете, можете общаться, якщо ви можете читати, писати. Це не лингвистическая школа, де от вас требуется каких-то перфектних знаний. Тем більше на проектах, которые даже с зарубежними партнерами. Там есть люди разные, там есть индусы, японцы, там могут быть китайцы, кто угодно. У них тоже английский, скажем, не родной, поэтому тут проблем нету. Главное, грубо говоря, главное, чтобы у вас не було проблем, чтобы вы могли понимать чувствовать себя более-менее комфортно. Ну и тем более Ялантис для сотрудников имеет очень такую развитую программу поддержки, то есть это 50% оплачиваемого. Оплачиваются затраты на изучение английского, кроме всего прочего, поэтому я думаю, досвид вы увидели, какой синтаксис был. Можливо, будет потреба в подтягивании знаний щодо баз даних, а так в принципе я не бачу в цьому проблеме. Я хочу додати, что мы окремо базы даних вивчать не будем. Мы только будем в ГО працювать с базой даних, а вот SQL, сам синтаксис, розумение регуляционной базы даних это треба подтягиваться окремо это очень важливая тема. Поэтому если вы с этим раньше не стыкались, то начинайте заниматься, без этого не можно. Не можно добиться в бэкэнд разработчику. Будем вивчать микросервисную как же? Будем вивчать микросервисную. Вона для нас, так би мовити, одна из основных. Для домашних заданий в микросервисную репозицию. Так, репозиторию. Это я не сказал. Треба было сказать, что предбачается, что вы умеете працювати с гитом и маете можливість створювати свои репозитория на гитхаб, гитлаб, битпакет, что вы там використовываете. Это вам треба самостоятельно прокачать и умеете с этим працювати. направление направление на работе это веб. Ну, как правило, да, это веб-розробка, это сервисы, но это веб, который бекет, бекетная часть на веба. какие программные продукты вы хотите разработать. От этого и нужно отштовховать. От того, что вы хотите делать, соответственно, вы выбираете себе инструмент. Ну, Java и Angular — это такая сумма мощная. Чи варто на Go? Я не знаю. Я не могу вам ответить, чи варто вам переучивать себя на Go. Я сам із Java прийшов. Я колись був джавистом, і я не шкодую те, що прийшов на Go. На Go мені писати значно більш подобається, ніж на Java. Хоча Java я любив. Мені і Java подобалось теж, коли я працював з нею. Але Go подобається більше. Після випуску курсу приймаєте тільки на Junior? Так, є можливість стати мидлом. Це я казав. Все залежить від вашого загального досвіду, від вашого загального бекграунду. Звичайно, якщо людина має широкий досвід, якщо вона вже попрацювала на великій кількості проєктів, то вона там за ці півтора-два місяці прокачається на Go, то звичайно, така людина може працювати відлом без проблем. Яка дорожня карта цього курсу, що далі після цього вебінару? О, Іліна, може ти розкажеш? Що далі після цього вебінару? Так, можеш, слайд відкрити. Там є QR-код на регистрацію. Я думаю, так як раз всем буде дуже удобно. Смотрите, с правої сторони у нас є QR-код на регистрацію. Там обычные данные, имя, фамилия, ваше CV і нескільки вопросів. Після регистрації там є тестове задання. Ми ждемо от вас виконене тестове задання до 21 іюня включительно. Потім наші технічні специалісти проверять тестове задання. І з тими, хто хорошо справився, дальше переходит на следующий етап. Це собеседовання на англійському. Як це проходит? Це небольшой созвон з нашим преподавателем, щоб зрозуміти, що, в принципі, ви зможете общаться. На англійському занимається обычно 5-7 минут. І з тими, хто хорошо справився, дальше є последній етап – це собеседовання с куратором школи, т.е. со мною. Тоже небольшой, займається обычно 10-15 минут. Тобто, щоб попасть на курс, у нас є три етапи відбора. Це тестове задання, проверка англійського і собеседовання з куратором. Ті, хто по QR-коду не змогли перейти, я вам в чат отправляю ссылочку на регістрацію, щоб вам було удобно. Чи передбачає вакансія го-девелопера роботу з фронтендом? Дивіться, го-девелопер – це бекенд-розробник. І з фронтендом ми тільки спілкуємося як із своїм колегою, для якого ми постачаємо дані, а він ці дані відображає в браузері. Тому тільки в такому плані ми працюємо з фронтендом. Ми з ним дружимо, а не робимо його. Можу додати, що багато хто приходить уже на роботу, вони онбордяться, також питають, яка зона їхньої відповідальності. То зони чітко розподілені. Якщо ви фронтенд-розробник, то у вас буде тільки фронтенд. Відповідно, бекенд-бекенд і лише по основному напрямку язику. Можливо, якщо у вас є великий досвід у іншій мові програмування, вас можуть попрохати допомогти. Але таке в основному не відбувається, бо є вже більш досвідчені спеціалісти, які безпосередньо вивчають одну мову і дуже добрі в ній. Також ніякого менеджменту або девопсових задач на вас не буде розподілено. Тобто лише пекент на гонку. На всі ці інші завдання є інші спеціалісти. Ще питання, будь ласка. Можете з голосу задавати, якщо так зручніше. Я думаю, що більше питання немає. Чи можна буде перервати? Я думаю, що це складно буде зробити. Тому що якщо ви його перервите, то як ви його поновите? Це треба чекати наступного ландшколи. І знову проходять всі етапи відбору. Так, звичайно. Можливо, ви будете там якось до вас, може, з якимось послабленнями на наступний набір будуть ставитися. Але все рівно треба буде чекати нової школи, щоб продовжити навчання. Тому дивіться, якщо ви будете налаштовані на цей курс, на цю школу, то заздалегідь плануйте свій час. Плануйте весь цей час, коли будете проходити школу, щоб ви були на місці, щоб ви могли її відвідувати, щоб не виникло потреби якось перерватися чи щось там змінити в цьому плані. Іліна, це до тебе? Нова школа 6 іюля стартує, і заявки ми до 21 іюля. Це мається навазити ця школа стартує 6. А наступна? А, ще наступна? Возможно, в кінці року, але дат пока у нас немає точних, тому пропоную регіструватися на цю школу, поки є можливість. Попередня школа у нас була зимою. Вона була у грудні на початку. А, так, ми, здається, до Нового року її закінчили. Тобто, ну, от бачите, двічі на рік одна — кінець осінній початок зими і кінець весній початок літа. Ну, десь так воно стихійно склалося. Да, де-то раз в полгода получается, що у нас є ця школа. Якщо більше немає вопросів, я ще раз проговорю дату, коли у нас школа і до якого числа набор. Занятие у нас начнется 6 іюля. Принимаємо заявки до 21 іюня включительно. Ссылочка на регистрацію у вас є сейчас в чате. І проговорю, які дні занятия, щоб все точно услышали. Це вторник, четверг, 19.00. Дякую за перегляд! Вроде бы, ми відповіли на всі питання. Хочу поблагодарю всіх участників і лікторів наших в тому числе. Якщо у вас ще будуть питання, то пишіть нам на Yolandis Education, ми зможемо всем відповідати. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за внимание! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Счастливо! Продолжение следует...